На них крысы лезут. Я когда Влада кормила, у нас к нам на диван запрыгивала молоком, пахло когда. Весной у нас блохи атакуют. Не кусают вас? Не кусают. Здесь у них была болерная, как они там правильно, коллектор называются. Здесь вот от того, что были пары, все вот это отваливается, независимо, чтобы пытались наклеить новые обои. Крысы, блохи, пауки, мокрицы, кошка, сима и рыжик. В таком контактном зоопарке Светлана Шматкова живет с детства. Эта квартира на Островского, 48, досталась ей от бабушки. За несколько лет женщина накопила долг за коммунальные услуги – более 400 тысяч рублей. Больше года здесь нет газа и электричества. Светлана одна растет, двух детей. На протяжении семи последних лет она работала поваром. При минималке в 5300 у нас снимали подоходный налог 500 рублей. 4800 у нас получали на руки. 2400 давали мне, 2400 забирала живу. Ну, через приставок. На 2000 жила я и двое моих детей. С января этого года здоровье женщины ухудшилось. Пришлось уйти с работы. Платить за квартиру стало нечем. Спустя полгода ожидаемо пришла повестка в суд. Из этой квартиры ее и детей выселяют. Взамен предоставляют жилье из маневренного фонда на Карагандинской. Правда, Светлана считает, что несправедливо менять 60 квадратов на 21. Я когда ходила в администрацию, я говорила, что некому помочь. И они знают, что я одна. Пугали отнять ребенка. А вот юристы уверенно заявляют, женщину выселяют жилье маневренного фонда не просто так, а на основании действующего законодательства. Ведь должник нарушает права не только управляющей компании, но и других собственников. Например, капитальный ремонт не может быть проведен в полной мере, если за него не платить. Также юристы напоминают, что у малоимущих граждан есть возможность оплачивать коммунальные услуги со скидкой. Собственники или же просто граждане, которые пользуются жилым помещением, имеют право обратиться в органы соцзащиты с вопросом, касаемо предоставления им различных социальных гарантий. То есть именно льготы, например, по оплате жильщно-коммунальных услуг. В городе Барнауле, насколько мне известно, 30% льгота действует. Так что единственный выход для таких людей, как Светлана – обращаться в соцзащиту и оформлять льготы. Иначе выселение неизбежно. В случае с нашей героиней предпринимать попытки сохранить жилье с долгом почти в полмиллиона рублей уже поздно. Очередное заседание суда назначено на завтра, и вердикт его, скорее всего, не изменится. Несмотря на то, что наша героиня прожила в этой квартире почти 40 лет, выехать придется. Ирина Корчегина, Александр Антропов. Наши новости.